Сегодня интересное обновление. Gridbox обновился и не просто обновился. Многие этого, наверное, ждали. Разработчики Gridbox внедрили новые дополнительные функции для оптимизации скорости сайта. Что изменилось, что вошло в обновление Gridbox, а также личное небольшое расследование по поводу новых функций, подробнее в этом видео. Меня зовут Федор Васильев и давайте начнем знакомиться с обновлениями. На момент записи видео я использую последние версии. Движок Joomla 3.9.12 версия. Конструктор страниц Gridbox 2.8.6 версия. Многие клиенты писали разработчикам Gridbox, что нужно что-то делать с оптимизацией скорости загрузки страницы, так как сайты получаются достаточно тяжелые. Google PageSpeed, через который мы можем проверить скорость загрузки сайта, достаточно сильно ругается на Gridbox. Ну и в принципе на любой другой конструктор. Будь то это WordPress или Joomla, неважно. Все они достаточно ресурсоемкие, так скажем. И разработчики Belbo занялись всерьез, отложив свои насущные дела, занялись оптимизацией скорости загрузки сайта. И сразу хочу сказать им большое спасибо. Мне нравится тенденция, мне нравится, что они делают в этом обновлении. Я особенно этого ждал, просто низкий поклон. И давайте разбираться. А первое, это оптимизация JavaScript и CSS скриптов. Отложенная загрузка JavaScript и CSS скрипты перемещаются в нижний колонн-титул и не мешают загрузке контента. То есть это на самом деле очень важный и сильный шаг в сторону скорости сайта. Вот именно вот то, что они сделали первое. Вот это JavaScript и CSS переместили в нижнюю часть сайта. Также сейчас я просто вам расскажу, так сказать, что изменилось, а потом покажу на практике свои наблюдения. Второй момент. WebP. Современный формат изображений. Не секрет, что Google давно уже, в принципе, заявил о том, что на сайте нужно использовать WebP изображение. Этот формат сжимает JPEG и PNG картинки, как говорится, без потери качества. Но при этом весит достаточно... Чуть ли не в два раза бывает картинка весит в формате WebP. Загвоздка в чем? В том, что ваш сайт, если давно существует, у вас там тысяча статей, как все картинки перевести в WebP. Вручную, но это такое себе занятие. И я давно просил и давно ждал автоматический инструмент, который все картинки на вашем сайте сконвертирует. Будь то JPEG и PNG сконвертируют в WebP. Они это реализовали в этом же обновлении. То есть все картинки на вашем сайте, новые и картинки, которые были на сайте, автоматически сконвертируются в WebP. Подробнее я чуть позже об этом покажу. То есть вот за это отдельное большое спасибо разработчикам. Я этого ждал. Веббезопасные шрифты. Тоже важно. Сделали возможность загружать в Gridbox безопасные шрифты. Выбор там, конечно, невелик. Но это те шрифты, которые, например, используются на ПК конечного пользователя. Те шрифты, которые существуют прямо на компьютере. Таким образом шрифты будут подгружаться не с сайта, не с сервера, а, так сказать, с компьютера. Таким образом сайт будет тоже значительно быстрее грузиться. То есть шрифты именно сторонние Google Fonts или подобные, об этом чуть позже я заострю внимание, тоже, тоже существенно загружают страницу. Безопасные веб-шрифты перечислены в блоге разработчиков. Вот здесь прям видно Arial, Area Black, Comic Sun и другие шрифты. Теперь к практике. Я провел небольшое расследование на своем сайте. Ну, в смысле сайта для клиента, который я делал. И сейчас по порядку. Смотрите, сайт небольшой. По скорости сейчас поговорим. Остается еще только вопрос. Как будет себя вести сайт в плане скорости загрузки, если сайт длинный? Вот хочется, просто еще руки не дошли. Как правило, продающие лендинги, вот именно у меня, например, они достаточно длинные, если делать его на Gridbox, в какой момент вот этот показатель PageSpeed начнет, так сказать, проседать, уходить из зеленой зоны, так скажем, то есть на каком этапе создания, то есть какой длины должен сайт быть, если мы используем обычный хостинг. Вот надо это еще будет смотреть. То есть если сайт небольшой, вот такой вот сайт, давайте я покажу свои показатели, то, что я наблюдаю. И сразу хочу сказать, что вроде бы мы радуемся, но особо сильно не радуйтесь. Почему? Смотрите дальше видео, я все расскажу. Первый анализ, первый тест сайта показал. Смотрите, для компьютера 87. Ну, то есть нам надо загнать в зеленую зону. В зеленую зону у нас помечается эта цифра. Это вот здесь написано 90 до 100. Это идеально. Можно даже 90, не больше. Соответственно, мобильный, как правило, всегда меньше, 66. Что здесь я сделал? На этом сайте небольшом я сделал только лишь отложенную загрузку скриптов Java и CSS. То есть чуть-чуть прирост появился, но этого нам недостаточно. Что я сделал в следующем тесте? Следующий тест показал. Чуть выше. Для мобильных 70, для компьютеров уже, уже хорошо, 92. Но этот результат меня тоже не устраивает, потому что мобильный трафик для меня и для многих людей важен тоже. Здесь были подключены шрифты. То есть безопасные шрифты. И показатели улучшились. Причем должны были бы улучшиться уже до зеленой зоны, как в компьютерной версии. Но в мобильной это не получилось. И следующая проверка показала. Для компьютера 95, для мобилов 91. То есть, в принципе, идеально. И вот здесь вот есть нюанс, который нужно рассказать. При каких обстоятельствах сайт покажет на гридбокс вам то, что он хорошо загружается. По мнению патчспид, значит и на компьютере, и на слабом интернете, и на мобильном будет очень-очень хороший показатель. При условии, что вы не используете ничего стороннего. Никаких сторонних сервисов и скриптов. Но в наше время это практически невозможно. То есть, о чем идет речь? Смотрите. Аналитика. Например, Яндекс.Метрика. Почти все подсчитывают показатели со своего сайта. То есть, это сторонний код от Яндекса, который внедряется на сайт, чтобы следить, как и кто заходит на наш сайт. Аналитика. Это сторонний код. Сторонний код. Что мы еще используем на сайте? Google карты. Яндекс.Карты. Сторонний код. Сторонний код. То есть, Google карты многие на лендинге используют. Интерактивные, чтобы она могла двигаться, увеличиваться. Шрифтовые иконки. На этом сайте не используется. Тоже сторонний сервис. Ну, про шрифты я уже сказал. Здесь можно загружать теперь безопасные шрифты. Живо сайт. Или любой чат. Вот такой вот. На сайтах вы часто видите. Это тоже сторонний код. И что происходит? То есть, используя карту. Используя код от Яндекса Аналитика. Используя Live чат. Показатели вот такие. Для мобил 52. Для компьютера 80. Хороший результат? Да не очень. И ситуация такая, что здесь никто ничего в принципе сделать не может. И дело тут не в Gridbox или не в разработчиках. Вообще, в принципе, это проблема многих. Возможно, здесь идет речь о каком-то мощном сервере. Специальном каких-то программах, которые позволяют как-то ускорить сайт. Дело в том, что все, что стороннее, сторонний код на сайте, его нельзя закешировать. Его нельзя оптимизировать. Вы должны понимать, реалии таковы, что со сторонним кодом у вас будет примерно такая же картина. Как и у меня. Это хорошо, что вышло такое обновление. Потому что так или иначе, мы все равно показатели эти увеличим. Сайт станет быстрее. А это уже значит мы достигли цели. Но хочется быть в зеленой зоне. И здесь уже ситуация такова. Если у вас сайт небольшой, и вы можете, вам как бы избежать, и вам не нужны эти сторонние, не гугл карты. Гугл карты можно скриншот сделать, да, по большому счету. И на карте там значок, где ваш офис, просто фотография. А не интерактивная карта. Можно заменить? Можно. Аналитику, ну не знаю, что сделать с этой аналитикой. То есть, если этот код внедрен. Хотя, если код аналитики внедрен, скорость падает не сильно. Именно скорость вот так вот мне показала, когда я использую сразу три варианта. Вот именно гугл карты, они сильно тормозят сайт. Показатели из зеленой зоны сразу падают. И живо сайт тоже, соответственно, тормозят сайт. То есть, вот такие мои наблюдения. Но все равно, все равно, меня радует эта тенденция. Меня радуют эти изменения. Двигаются они в лучшем направлении, в правильном направлении. Так держать. Самое главное, чтобы эти показатели не упали при добавлении каких-то новых фишек, новых функционалов Гридбокс, новых приложений, новых плагинов, чтобы они не повлияли и опять не утяжелили сайт. Вот этот очень важный момент. И теперь технически, как работает это. Особенно хочу сказать про ВП, потому что мне это особенно интересно и будет интересно вам тоже. То есть, как это работает? Смотрите, если сайт уже существовал у вас, много картинок, галереи, вот эта мини-галерея Гридбокс, какие-то картинки, задний бэкграунд, все картинки, которые загружены через Гридбокс, ранее на сайт до новой функции ВП. Что происходит? Когда вы включаете в новой версии Гридбокс конвертацию ВП, давайте посмотрим в админке. Переходим в сайт. Переходим в производительность. Минификация. Вот добавился новый ползуночек, пока не переведен на русский язык, который оптимизирует JavaScript CSS. Его, значит, включаем. Изображение. Вот оно. Convert-to-vp. Надо переключить ползунок. И для мобильных устройств Convert-to-vp. То есть, все ползунки вообще здесь в оптимизации, они все включены. Кеширование тоже включено. И что происходит? Во-первых, новые изображения, которые вы загружаете, они автоматически конвертируются в ВП. То есть, если вы загружаете PNG и JPEG, можете больше не переживать. Будет автоматическая конвертация в ВП 100%. И что происходит с изображениями, которые уже загружены. Когда вы все ползунки включаете, сохраняетесь, страницу можете главную там обновить. Просто можете на любую картинку правой кнопкой мыши, например, сохранить изображение. И вот здесь сразу вы видите ВП. Это уже с сайта. То есть, ВП картинки. Они все, я их проверял. И куда они помещаются? Если мы с вами посмотрим в Media Manager, у вас автоматически создается папка. Папка Compresset. Вот она здесь. Вот она здесь. Compresset. Если мы зайдем, видите ВП, делается копия изображений автоматически. Копия всех ваших JPEG, PNG картинок на сайте и помещается вот в эту папку. Соответственно, фон. Это телефон для мобильной. Отдельная папка тоже все конвертируется автоматически. Здесь вопросов нет. Также правой кнопкой мыши по картинке можете видеть путь, где лежат картинки ВП. Здесь вот я наглядно вам показываю. И по шрифтам. Зайдем в библиотека шрифтов. У меня какая-то здесь, не знаю, я кэш почистил, какая-то ситуация. Напишите в комментариях, есть ли у вас некая проблема. Видите, вот здесь должны быть иконки выбора шрифтов. Google Fonts, загрузить свои иконки. Они как бы есть, вот если я навожу мышь, но как бы их и нет. Сам функционал работает. Не выводятся лишь иконки. Напишите вот в комментариях, так ли у вас. Кэш в админке я почистил, на сайте я почистил. Но при этом все работает. Не отображаются именно иконки. Они находятся вот здесь. Потому что видно, что здесь не переведено. Add Web Fonts. То есть если я сюда нажимаю, вот они здесь, список безопасных шрифтов. То есть для нового сайта, если новый сайт делаете, выберите шрифт, который вам подойдет. Здесь ситуация такая, что возможно вам не понравится. Эти все шрифты не подойдут. Но пока что у нас выбор такой. Если упор делаем на скорость сайта, у вас вот есть выбор. Вот такой небольшой выбор шрифтов. То есть отказываемся от шрифтов Google. Они сильно, реально сильно тормозят сайт. На этом этот обзор нововведений Gridbox подошел к концу. Информация для тех, кто хочет приобрести компонент Gridbox с 50% скидкой. Получить купон можете у меня. Купоны на скидку выдаются моим клиентам. То есть кто хочет, во-первых, обучиться с нуля создавать сайты, используя Joomla и инструмент Gridbox. У меня есть целый мощный курс, видеокурс. Плюс я прилагаю промокоды на покупку Gridbox 50% скидкой. Причем это уникальные промокоды. Никто вам такую скидку не предоставит, кроме меня. Ссылка на мой видеокурс, на презентацию моего видеокурса вы найдете в описании под этим видео. На этом здесь все. И до новых видео, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова